ПОРТАЛ ДЕТАЛИ ПОРТАЛ ДЕТАЛИ ПОРТАЛИ 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 Михаил, а были ли какие-нибудь предупреждения, может быть, данной разведки? То есть мы понимаем, что такое скопление народа в Иерусалиме, да еще в такое неспокойное время, это, в общем-то, потенциальная опасность террористической атаки. Ну, знаете, я же сказал, параллельно праздник мусульманский Рамадан, я думаю, вы слышали теракты, которые происходили недавно в Иерусалиме. И те случаи, когда нарушался общественный порядок, и были волнения со стороны мусульманского населения, полиции, пришлось очень серьезно работать для того, чтобы навести порядок, использовались определенные средства и так далее. Поэтому, действительно, ситуация была довольно непростая, естественно, обрабатывались все необходимые данные, которые нам поступали. И, как я уже сказал, в конечном итоге мероприятие пошло спокойно, безопасно, люди присутствовали, те, которые хотели получить этот огонь, они его получили, огонь сошел. То есть вы имеете в виду делегации, делегации были же из России, если не ошибаюсь, которые традиционно увозят этот благодатный огонь, и потом там он распределяется по церквям. Были делегации из России, были представители из других стран, из Грузии, из Белоруссии. Из православных, да? И другие страны. И поэтому, конечно, еще раз скажу, что пришлось там не просто поработать, но сделали все от нас зависящее для того, чтобы праздник этот прошел спокойно и безопасно. И желаем всем приятного праздника, хорошего праздника, Пасха, чтобы все были здоровы. Спасибо, Михаил. И второй вопрос касательно... Сегодня было разрешено к публикации информации о том, что полиция задержала человека, который обвиняется, на которого поступила целая серия жалоб в сексуальных домогательствах, в изнасилованиях. Расскажите, о чем идет речь и как удалось задержать преступника? Да, вы знаете, очень необычное дело, которое началось с того дня, это несколько недель назад, когда потенциально этот будущий подозреваемый, он явился в полицию на севере страны. Дать показания по определенному делу, он не был даже подозреваемым, в определенный момент он русскоговорящий. То есть этот человек позвали, пригласили девушку полицейскую, которая владеет русским языком для того, чтобы помочь в этом следствии. И когда девушка вошла в следственную комнату, она просто обомлела, она увидела этого человека, у нее сразу началась истерика. И она доложила своим командирам, своему руководству, рассказала о том, что 2-3 года назад несколько раз, в нескольких случаях, она подверглась изнасилованию. Этим человеком, который находился в этой комнате, он ее несколько раз изнасиловал, она работала у него в цветочном магазине. На севере страны он был хозяином этого магазина, и после того, как она дала показания, он был арестован. Во время следствия выяснилось, и мы поняли однозначно, что были и имели место еще дополнительные случаи изнасилований по отношению к другим девушкам и девочкам, в том числе и девочкам несовершеннолетним. И поэтому следствие очень серьезно продолжалось. Мы были действительно вынуждены опубликовать данные этого человека, его имя, его фамилию, для того, чтобы объявить о том, что кто, если кто-то подвергся нападениям этого человека, изнасилованию и так далее, он может прийти в полицию. Я вам скажу, что мы получили более десятка показаний от различных девушек и совершеннолетних и несовершеннолетних, которые в свое время работали в цветочном магазине у подозреваемого. И на данный момент у нас есть однозначные улики по девяти случаям. Девяти случаям изнасилования, развратных действий. Надо, наверное, озвучить. Страна должна знать своих героев. Джибраил Зорик Айвазов зовут этого человека. И кроме этого, нужно очень важно сказать, что все жертвы – это девочки от 14 до 18 лет. Девочки, которые являются русскоязычными, которые репатриировались из стран высшего Советского Союза. Поэтому действительно очень тяжелое дело. Девять случаев, представляете, случаи, дело, которое началось совершенно случайно, когда полицейская девушка, как я уже сказал, случайно в полицейском отделе городского управления увидела этого человека, который ее изнасиловал. И в свое время, три года назад, и она доложила об этом своему руководству. Сейчас мы можем сказать, что на данный момент прокуратура подала декларацию о том, что в ближайшее время будет подано против подозреваемого 44-летнего жителя севера страны обвинительное заключение по изнасилованию, по развратным действиям, по садамии. Это действительно очень тяжелое, очень непростое дело, которое в кондичной методе… Михаил, а вот по израильскому закону я понимаю, что решает меру наказания суд, но вообще какие рамки по таким делам в Израиле? Приблизительно, плюс-минус. Ну, вы знаете, изнасилование – это 20 лет и выше, но, опять же, это все, естественно, решается. Ну, конечно, там зависит от обстоятельств. Полиция сделала свою работу, и сделала свою работу четко и профессионально. Преступник на данный момент находится за решеткой, и мы надеемся, что в ближайшие 10 минимум с лишним лет он будет там находиться. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что пресс-секретарь израильской полиции майор Михаил Зингерман рассказал нам о минувшей неделе работы полиции. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...